Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мечты сбываются Глава Минприроды Александр Козлов исполнил новогоднюю мечту 10-летнего Савелия из Тюмени Дети в шоке, в приятном шоке Властелин колец Детально рассмотрим кольцо Мельникайте-Широтное и выясним, что же с ним не так Люди вообще не понимают, как по кольцу ездить, и не только поэтому Москва, ВДНХ, Россия Американский журналист Скотт Риттер посетил выставку «Россия», что впечатлило нашего западного коллегу и как о ней отзываются наши земляки Вот, кстати, продолжение темы еды Вы знаете, за минувшие январские праздники было съедено много Я в очередной раз понял, находясь в гостях, что я абсолютно не понимаю сель под шубой, когда она готовится с яблоком Это что-то максимально странное Но понятно, что у нас у всех были столы в чем-то похожие, в чем-то разные Но то, что точно было у каждого на столе, это мандарины И потрясающая новость Россия стала лидером по потреблению мандаринов в мире Россияне съедают больше 20% мирового экспорта мандаринов Цифры следующие За январь-сентябрь 2023 года в страну везли 406 тысяч тонн фрукта на 421 миллион Долларов Получается, что наша страна – это главный любитель мандаринов и по объему импорта, и в денежном выражении тоже Поэтому здесь мы можем только порадоваться, потому что цитрус – это всегда полезно, всегда хорошо Это, конечно же, не касается вас, если вы аллергик С этим нужно быть максимально внимательным Тему еды я предлагаю продолжить Понятно, что после вот этого нашествия салатов нужен небольшой детокс Поэтому чуть-чуть себя в этом плане поберегите Самое главное, что нужно понимать в плане еды – необходимо завтракать Я никогда не перестану это говорить Как завтракать? У нас, благо, есть наша любимая коллега Анастасия Семенева, которая всегда нам подкидывает свежие идейки Сегодня это хлеб, но непростой Пожалуйста Доброе-доброе утро! Поговорим про хлеб Хлеб из пшеничной муки – это важный для здоровья продукт питания, который прекрасно сочетается почти с любой пищей и обогащает рацион Ну а если вам утром совсем некогда готовить замысловатые завтраки, тогда вашему вниманию очередной завтрак на скорую руку из моего личного топа И это омлета сэндвич Яйцо взбить вилкой, интуитивно подсолить и поперчить Вылить на разогретую сковородку с растопленным сливочным маслом Пока омлет полностью не схватился, выкладываем на него два ломтика хлеба и промакиваем с двух сторон Далее фокус с переворачиванием, благодарим кулинарного бога за то, что у нас все получилось А там уже по накатанной выкладываем и импровизируем каждый раз Например, сегодня мне вздумалось использовать в начинку сыр, карбонат и зелень У вас могут быть свои вкусовые предпочтения, самое главное не забываем Наслаждаемся! Даже как-то сразу перекусить захотелось, но перебьем аппетит рассказом о погоде Значит, холода, все как обычно Значит, сегодня днем минус 21, ветер северо-западный 4 метра в секунду Будет снег, ночью минус 27 Поэтому, если вы знаете, что у вас слабенький аккумулятор, лучше машиночку прогревать Ветер ночью будет южный, 4 метра в секунду и все тот же снег Значит, январские выходные, про которые я уже неоднократно говорил Они прошли, если говорить о том, насколько они продуктивно прошли В этом году у меня лично они прошли максимально странно Ну, то есть я лежал, я осуществил, с одной стороны, то, что я давно хотел То есть я лежал постоянно и вообще ничего не делал С другой стороны, я понял, что первый и последний раз я это делаю Потому что настолько бессмысленно я еще никогда не тратил драгоценные дни моей жизни Поэтому вот в следующем году я такой ошибки, конечно же, совершать не буду Как свои январские выходные провели мои коллеги, ведущие и корреспонденты нашего телеканала Давайте послушаем, может быть, черпнем для себя какие-то свежие идейки, пожалуйста Очень круто было встретить Новый год в горах Дагестана На высоте примерно 1600 метров А после этого все каникулы провести в самых живописных локациях В высокогорных селах, в Сулакском каньоне То есть любоваться, вкусно есть много мяса Потому что в Дагестане очень много едят мяса и кормят с удовольствием туристов Как бы ни банально не было, но эти каникулы мне запомнились диким морозом Потому что я была в Хмао, отдыхала у родителей И там каждый день было минус 40 градусов Единственное место, где я согревалась, это была баня Потому что родители живут в частном доме И, как вы понимаете, что когда морозы, дома тоже прокладно И поэтому я просто мерзла И вечером каждый день у меня была банька Я там парилась Несмотря на то, что было холодно на улице В душе было очень тепло Потому что, в принципе, эти каникулы были очень семейные Мы лепились снеговика, мы много гуляли А еще мы ходили в арену виртуальной реальности И устроили настоящее сражение между семьями В общем, это было жарко Новогодние каникулы были удивительные А все началось по классике 1 января я уехала в тур с туристами Мы катали в Башкирии, это Абзакова, Банная, Мраткино После этого мы поехали уже с молодым человеком Получается, в тур по Уралу Мы побывали в Челябинске, в Миасе Покатали на Солнечной долине И мы впервые, никто в жизни этого не делал Мы покатались на сноубордах по Уральскому Марсу И запомнились, конечно, пожеланиями Которые мы загадали на 2024 год Надеюсь, что все они сбудутся И я надеюсь, что у всех наших телезрителей Новогодние праздники прошли просто великолепно Ой, пусть вот все загаданное непременно сбудется Саша, я тебя полностью поддерживаю Значит, январские каникулы, я уверен Они запомнились и гостям нашего региона Которые приезжали, как мы любим говорить В Сибирь по своей воле Стоит сказать, что турпоток в Тюменской области Увеличивается с каждым годом Оно и понятно, потому что посмотреть у нас есть что Мало того, в начале года состоялся и ЖД-круиз в Сибирь Участники которого стартовали в Москве И посещали несколько городов Тюмень, Тобольск и Пермь Посещали достопримечательности этих городов Одним словом, едет к нам турист И встречает их наши экскурсоводы И в их числе тюменская купчиха Марина Сафина Которая сейчас с нами на связи Мариночка, доброе утро Доброе утро, Андрей Я у тебя в социальных сетях видел пост Там была такая надпись И пусть спала всего по три часа эти дни Наши туристы не должны замечать усталость Ты мне одно скажи Ты успела отдохнуть? Я не успела Я очень надеялась с 9-го начать отдыхать Мне приехали гости из Беларуси И с удовольствием для них провела экскурсию по Тюмени Трехчасовой такой марш-бросок у нас был Ну я так и думал Вот ты уже частично ответил на мой второй вопрос Я хотел узнать, откуда к нам приезжают туристы Из Беларуси понятно А из каких российских городов были у нас гости? Приезжали со всей России Вот посмотрели мы географию Это не только Урал Это такие города, как Волгоград Томск, Новосибирск, Москва Санкт-Петербург Из Карелии гости были Ну и вот даже Беларусь В заключительной новогодней экскурсии Посчитали по количеству гостей Примерно, вот сейчас мы подбили Потому что мы и в Тобольске проводили экскурсии В Тюмени Примерно 700 экскурсантов прошло через меня И моих купчих-экскурсоводов Ага Маришка, смотри Вот сейчас есть такое популярное слово Инсайт Вот с какой главной мыслью уезжают гости из областной столицы? Что в Сибири, в частности в наших городах Первых русских городах Встречают очень радушно, с теплом, с любовью Стараются дать максимально, как можно больше Передать тепла нашего Потому что путешествуют по всей стране Есть чем сравнить И они чувствуют, что мы действительно Холодные снаружи и горячие внутри Как наш Денис туристический Это точно Ну вот, а как получилось? Вот мы коренные тюменцы Сами зачастую не знаем, что у нас интересного происходит И что можно посетить То есть мы наслышаны о том, что много что Но конкретно не знаем А раз ты о городе знаешь все Дай нам рекомендацию, что точно стоит посмотреть В Тюмени таких уголочков достаточно много Это начиная прогулки по старинной Зарике Тюменской Которая очень сильно меняется Наши кварталы деревянно-домовой резьбы По улице Дзержинского Она популярна, конечно, в новогодние праздники Это прогулки, например, в таких кварталах Которые у нас располагаются Квартал по Тоскуй Тычковка Сараи Узнать много о них можно Если за пределы города выезжать То, пожалуйста, по Ирбитскому тракту Он настолько красив в зимней арене Когда снежные лапы Если в утренние часы выезжаешь То даже в зимой можно встретить туманы В деревне Кулакова Каменка Посетить старинные церкви Ну и до Тобольска Сам Бог велел отправиться В новогодние рождественские праздники Суета прошла А сейчас вплоть до крещения Можно наслаждаться сибирским морозом Этим колоритом нашим И нашими сибирскими яствами Отведать блюхт гастрономических Которыми мы гостей величаем А местные наши Вот как раз самое время начинают Знакомиться с потенциалом туристическим Потому что потоки гостей схлынули И для нас, для местных Остается возможность и время Прикоснуться к истории города Тогда будем использовать это время по назначению Увидимся на Тюменских улочках Марина, единственное пожелание к тебе Успевай не только работать, но еще и отдыхать Хорошо? Спасибо, сейчас будем отдыхать Всех с Новым годом, с Рождеством Всех благ, друзья мои Спасибо огромное, хорошего денечка Новый год Январские выходные Безусловно, это время волшебное Многие загадывают желания Прежде всего, это касается детей И желания эти сбываются А кому-то везет особенно Так, глава Минприроды Александр Козлов Исполнил новогоднюю мечту Десятилетнего Савелия из Тюмени Он лично провел для юного тюменца Экскурсию по Союзмультпарку Савелий, по словам его мамы Очень любит героев мультфильмов Поет их песни У нас была мечта Попасть Увидели случайно Что есть такой парк Союзмультпарк А сын очень, очень обожает Героев Союзмультфильмов Любит их песни И мы решили поучаствовать Попробовать попасть сюда Подали заявку на елку желаний Дети в шоке В приятном шоке Они очень довольны Эмоции, конечно, через край Везде прыгают Скачивают Радуются И они в восторге Ну, одним словом Что-то хотите Загадывайте желания И непременно сбудутся А если гадаете на день грядущий Что вас ждет В предстоящий день Вот это занятие Абсолютно бессмысленное Потому что Ну, вся информация Есть в нашем гороскопе Не верите? Смотрите сами И проверяйте Овны Вам предстоит отправиться В дальнюю поездку Но будьте осторожны И внимательны на дороге Существует вероятность Возникновения Морального И материального ущерба Старайтесь больше времени Проводить дома С родными и близкими людьми Воздержитесь От поздних прогулок Вы устали от рутинной работы? Вам хочется изменить свою жизнь? Не торопитесь С принятием подобных решений В ближайшее время Вам не удастся найти Новый источник заработка Тельцы Сегодняшний день Принесет вам много Новых ярких эмоций И впечатлений Возможны очень приятные И неожиданные встречи С людьми Которых вы давно Хотели увидеть Вы сегодня в центре внимания Окружающие от вас в восторге Удача на вашей стороне Посвятите себя работе И получите прекрасный результат Близнецы Временно отложите Все важные переговоры Встречи Новые проекты И семейные советы Наступает неблагоприятный период Для принятия важных решений И перемен Не пренебрегайте Старыми контактами На результат вашей деятельности Могут повлиять люди Из прошлого Привнести что-то новое И этот опыт Окажется весьма полезным Раки Постарайтесь не нагружать Себя лишней работой И бытовыми обязанностями Сегодня это может привести К нервному перенапряжению И конфликтам По возможности Перенесите все заботы На другой день Завтра вас ждет Неожиданный поворот судьбы Вам нужно время Чтобы морально И физически К этому подготовиться Львы Это прекрасный день Вы сможете заняться тем Что давно откладывали Львов ждет успех Во всех начинаниях Являетесь ли вы Руководителем высшего звена Или пребываете в творческом поиске Сегодня удача на вашей стороне Вы также можете получить Духовное и моральное очищение Девы Первая половина дня У дев будет благоприятной Вы сможете достичь желаемых результатов И реализовать свои планы Весьма удачный день Для взаимодействия с руководством И коллегами Однако во второй половине дня Обстоятельства могут сложиться так Что вы окажетесь в неловком положении И это повлечет за собой Некоторые финансовые потери Вы сдержитесь от контактов С тельцами и львами Они сегодня к вам неблагосклонны При возможности проведите Этот вечер с близкими В спокойной и комфортной атмосфере Сейчас мы сделаем небольшую паузу Ну а вы никуда не уходите Потому как вот что вас ждет Во второй части нашей программы Властелин колец Детально рассмотрим кольцо Мельникайте-Широтное И выясним, что же с ним не так Люди вообще не понимают Как по кольцу ездить И не только поэтому Москва, ВДНХ, Россия Американский журналист Скотт Риттер Посетил выставку Россия Что впечатлило Нашего западного коллегу И как о ней отзываются Наши земляки Всем, кто к нам Только что присоединился Говорим салют Здесь по-прежнему Сапегин У нас в календаре По-прежнему 10 января И смотрите, какая история В этот день В 1895 году В Тюмени Открылось отделение Общества Трезвости Подобные появлялись И на других землях Это были движения Направленные против Откупной системы И злоупотребления Откупщиков В погоне За сверхприбылями Продававших суррогат Вместо Крепких алкогольных Напитков Движение это вылилось В массовый разгром Питейных заведений В 15 губерниях Главными задачами Тюменского Общества трезвости Было Изменить взгляды Обывателя На алкоголь Пропаганду Трезвого образа жизни И создание условий Для активной Полноценной жизни Без спиртных напитков Газета Сибирь Сообщала 6 апреля 1897 года При скоплении Огромной публики Состоялось открытие Публичной Библиотеки Тюменского отдела Общества трезвости При обществе трезвости Была создана Школа хорового пения И народный хор И вы знаете С ходом времени Мне кажется Мысли все те же Петь и читать Гораздо лучше Чем пить Так что Если хотите завтра Чувствовать себя хорошо Не злоупотребляйте А что касается Дня предстоящего О нем В нашем Самом точном Гороскопе Пожалуйста Весы Постарайтесь Сохранять спокойствие И сдерживать эмоции Не обостряйте отношения Особенно в профессиональной Деятельности Отнеситесь к возникающим Проблемам Как к должному Просто сделайте выводы Из сложившейся ситуации Это будет хорошим опытом А вознаграждение За все добрые дела Не заставит себя Долго ждать Скорпионы Зависть недоброжелателей И неблагоприятное Стечение обстоятельств Может сильно повлиять На ваше положение Сегодня крайне неудачный День, чтобы проявлять Активность в профессиональной Сфере и пытаться Любыми способами Достичь поставленной цели Женщинам следует Быть более внимательными К своим партнерам Остерегаться неверности Как в деловых Так и в романтических Отношениях Не заводите новых отношений Вероятнее всего Они станут причиной Разочарования И сожалений Стрельцы День будет благоприятный Во всех отношениях Вы достигнете Наиболее высокого уровня В профессиональном развитии Возможны новые знакомства Которые в дальнейшем Смогут повлиять На ваше мировоззрение И увлечение Существует большой шанс Романтических отношений Не стесняйтесь Проявлять упорство И решительность Они помогут Достигнуть поставленных целей Козероги Сегодня вы невероятно Активны И полны энергии Не растрачивайте Ее по пустякам Лучше направьте В мирное русло Поддержите Любимых и родных людей Дайте правильный совет Коллегам Заставьте улыбнуться друзей Сегодня ваше позитивное Настроение Оптимизм И чувство юмора Притягивают к себе людей И выводят вас В центр внимания Противоположный пол К вам сегодня Тоже неравнодушен Водолеи Головы у вас в этот день Забиты личными Или семейными проблемами Поэтому на решение Рабочих вопросов У вас попросту Не останется Ни времени Ни желания Вам необходимо Разделять личную жизнь И профессиональную деятельность Иначе ваша карьера Может оказаться Под угрозой Не привлекайте Близких людей К решению проблемы Вы сможете справиться Сами Рыбы Сегодняшний день Очень располагает К тому, чтобы Заняться саморазвитием Отправиться в недалекое Путешествие Или обзавестись С новыми знакомыми Не старайтесь принимать Важные решения Отложите их до завтра Сегодня не самый лучший день Для этого Проведите время С семьей или близкими Насладитесь теплом И домашним уютом Ну а теперь у нас Минутка радости И гордости Тюменская городская Агломерация В числе Общероссийских лидеров По внедрению Интеллектуальных Транспортных систем По итогам 2023 года Об этом сообщили В Росавтодоре Теперь немножко Конкретики В 2023 году В регионе Модернизирован Ситуационный центр Который следит За работой Общественного транспорта И осуществляет Координацию С дорожными службами На пересечении Обхода Города Тюмени И улицы Мутинской На выезде Из микрорайона Березняковска Установлено Шесть видеокамер Изображения Из которых Обрабатывают Обученные нейросети Интеллектуальная система Способна проанализировать Весь транспортный поток И выдать команду На переключение Сигнала светофора Это еще не все За два года В Тюмениской агломерации Модернизировано Семь сложных Перекрестков Интеллектуальные Транспортные системы Внедряются В регионах России В рамках национального Проекта Безопасные Качественные дороги Вы знаете Это очень прекрасные новости Но на дороге Есть то Что меняется А есть то Что остается вечным И яркий пример Проезд Кольцевого перекрестка Который у многих Вызывает затруднения В Тюмени колец Достаточно Но одно из самых Нелюбимых водителями Это кольцо Мельникает Широтный Что с ним не так Разбирался Ведущий программы Перекресток 72 Владислав Сарубкин Так всю жизнь Почему? Ну потому что Светострелки нет Будет стрелка Никаких проблем не будет Биться не будут Часто ездим Смотрим Что люди вообще Не понимают Как по кольцу ездить И не только поэтому Если ехать по правилам То нет Это кольцевой перекресток Улиц Мельникает И Широтная Водители здесь Жалуются на то Что другие участники Дорожного движения Не соблюдают рядности О том как лучше Проезжать этот перекресток Мы поговорим с Ольгой Леведевой Ольга Здравствуйте Здравствуйте Итак На что стоит обращать Внимание водителям Когда они подъезжают К этому перекрестку Какие правила проезда Этого перекрестка Круговое движение Тот же перекресток Но правила его проезда Несколько отличаются От правил проезда Других перекрестков Например При движении По кругу Мы идем с вами Против часовой стрелки Все потоки Весь Все ряды Идут вместе Против часовой стрелки И выезд На встречную полосу Против потока То есть Приравненность Выезд на полосу Встречного движения И карается Страфами Лиштянин Улицкого удостоверения Также При въезде на кольцо Мы можем въехать Из любой полосы А вот выезжать Должны только Крайней правой полосой И еще Все кто двигаются По кольцу У нас имеют преимущество Перед теми Кто въезжает на кольцо Если иное Не установлено Знаками Или светофором Тогда предлагаю Уже по традиции На практике Разобрать этот перекресток И мы с вами поедем А с улицы Это же у нас Чаплина Я правильно понимаю? С Чаплина И попробуем Выехать на Мельникайте В сторону города Договорились? Договорились Поехали Поехали Занять мне нужно Крайнюю левую полосу Я правильно понимаю? Правильно Итак Мы уже с вами Подъезжаем Непосредственно к кольцу У нас тростепенное У нас тростепенное Все знаки обозначены Я остаюсь В крайнем левом ряду Правильно? Нам это будет удобнее Так Ждем И начинаем движение Отлично Отлично И далее мои действия Не стоит перестроиться В третьем полосу Я правильно понимаю? Перестраиваем И двигаемся В средней полосе Выходим с кольца Также с включенным поворотником Правильно? При выезде с кольца Мы обязаны включить сигнал правого поворота Так Все Вот теперь Отлично Вышло Все правильно И кстати Нам никто Не помешал Не мешал Хорошо Поедем тогда К другому кольцу 50 лет октября Мельникайте Конечно Чуть больше двух месяцев Остается до президентских выборов в России И тюменские волонтеры Передали в центральный избирательный штаб Первую часть подписей Которые жители Тюменской области Собрали в поддержку кандидата На должность президента России Владимира Путина Руководитель аппарата регионального штаба Кандидата Ольга Швецова Поблагодарила тюменцев за активность Напомню Сбор в поддержку национального лидера Стартовал 23 декабря Он будет проходить до 21 января В региональном штабе Владимира Путина В отделении Народного фронта В Тюменской области А также на специальных стойках В пяти торговых центрах В Тюмени, Ишиме и Тобольске В числе жителей Тюменской области Сдавших подписи в поддержку Путина Лидеры многочисленных Общественных организаций Напомним Владимир Путин идет на выборы Президента Российской Федерации В качестве самовыдвиженца В его поддержку необходимо представить Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 300 тысяч подписей Мы же с вами тем временем Заглянем на форум выставку Россия на ВДНХ Которую, кстати, президент Аж страны также посещал Напомню, выставка стартовала 4 ноября прошлого года И завершится 12 апреля года текущего Конечно, особенно интересно мнение О выставке приезжих гостей И недавно ее посетил Американский военный эксперт Писатель, журналист Скотт Риттер И остался под невероятным впечатлением От выставки Россия Которая проходит, я напоминаю В Москве на ВДНХ Цитата То, что я вижу сейчас Это новая Россия Многие хотели, чтобы Россия развалилась И больше не смогла подняться с колен Но русские взяли Все вместе Собрались и сделали то, что они имеют сейчас Отметил Скотт Он также добавил, что мечтает поехать на Алтай И увидеть один из красивейших российских регионов Своими глазами уже этим летом На выставке, конечно же, себя во всей красе представляет и наш регион И в частности, мы показали себя в рамках Дня Тюменской области в конце прошлого года О том, как это было и чем выставка Россия поразила самих участников Узнаем из первых уст По итогам нашего выступления на ВДНХ Даже организаторы Дома российской кухни Признали выступление именно Тюменской области просто феерическим Мы переживали, когда готовили Потому что мы видели, что другие области готовят номера Танцевальные, с песнями А у нас было просто театральное, гастрономическое выступление Рассказ о наших блюдах с такой необычной подачей Но в итоге оказалось, что мы очень выгодно выделились на фоне других регионов Задали очень высокую планку, которая есть теперь куда стремиться другим участникам И сказали, что у нас получился настоящий теорический гастрономический театр Меня зовут Сюзанна Иванова, я руководитель лаборатории для музыкантов Ньюзлаб В этом году мы возили наших участников на выставку Россия на ВДНХ Представлять Тюменскую область Где мы презентовали песни, созданные на лаборатории за три дня Эти песни были вдохновены записями 30-летней давности В Тюменском регионе, где бабушки поют песни, передаваемые из уст в уста Помимо выступления мы еще успели походить по самой выставке Нас, конечно, поразили все объекты, которые были там представлены И побывали на выставке экспозиции нашей Тюменской области Это, мне кажется, самая уютная была локация Может, потому что это наш регион, но действительно там очень тепло принимали экскурсоводы И дарили конфетки, и рассказывали про регион В общем, если вы будете в Москве, то обязательно сходите и посетите выставку И особенно наш Тюменский стенд Нашему ансамблю посчастливилось, можно сказать, даже выпала честь Принять участие в культурной программе Дня Тюменской области На международной выставке в форуме «Россия» Мы благодарим за эту возможность выступить на таких масштабных площадках Нам удалось выступить даже не один раз, провести три выступления И, к нашему удивлению, москвичи оказались очень легки на подъем Они с легкостью, как нам показалось, вовлекались в процесс, пели и танцевали с нами И мы рады были видеть такое единение, вызванное народной культурой Ведь именно в единении главная цель этой выставки на ВДНХ Ну, я вот от себя лично могу добавить То, что вот то, что происходило в рамках Дня Тюменской области Ну, все-таки хочется говорить про наш регион Это действительно было единение Это была семья, это было добро Это была красота нашего региона И нам действительно удалось показать, что такое Тюменская область Что такое сибирское гостеприимство Даже там, находясь на московской земле И, на самом деле, говорят, это прекрасно, что нам это удалось И просто как-то лишний раз приятно осознавать, что ты живешь в этом регионе Являешься его частью Но, если вам уже кажется, что вы открыли для себя Россию в офлайне Тогда, что у меня есть для вас предложение Продолжить это, но уже в онлайне, в одноименной игре Она доступна на сайте играроссия.рф Вы выбираете персонажа, путешествуете по регионам России Собираете роскоины Попутно открывая для себя достижения нашей страны Играть можно как с телефона, так и с компьютера Кстати, разработчики создали секретный уровень А еще анонсировали большой сюрприз для игроков Ну, в общем, если ваш ребенок не расстается с телефоном, играя в Роблокс Теперь вы знаете альтернативу И поиграл с одной стороны, и, так сказать, изучил свою страну Мы же с вами прямо сейчас ненадолго прервемся Но вы далеко не уходите Потому что нам еще столько интересного Вам нужно рассказать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова